25 осужденных на 16 гектаров овощных плантаций. Такая работа есть в колониях-поселениях. На огромном огороде женщины проводят 7 часов в день. За это получают зарплату, которую тратят на помощь семье, подарки детям или оплату судебных исков. Казалось бы, работа, но некоторые ловят азарт и даже какой-то спортивный интерес. А чтобы в промышленных масштабах собрать урожай, нужно досконально знать, почему нет его. Сегодня, допустим, нет урожая, завтра есть урожай. Нужно подгадать сроки, когда собрать, какой ряд, какую клетку. Вопрос сроков, качества почвы, семян сейчас в тренде. Когда в стране производители продукты небывало взлетают в цене, начинают интересовать, из чего складывается стоимость борщевого набора. Об этом на Алтае говорил и сенатор Андрей Турчак. Время своего визита и рекомендовал развивать ярмарки, чтобы покупать овощи по адекватной цене. Но некоторые предприятия нашли другое решение. В колонии-поселении номер 7 все производят сами. Так, в этом сезоне осужденные сначала вырастили в теплицах 180 тысяч корней. В нашем учреждении имеются две теплицы. Ну, так, чтобы все понимание какое-то у всех было, вместимость каждой теплицы более 60 тысяч корней. Значит, проводятся аукционные мероприятия, закупаем сырье, то есть это семена. Туда устраиваем, туда осужденные. Кстати, осужденные у нас все прошли обучение. Урожай, конечно, идет на кухню этой колонии. В другие колонии края отправляют еще 45 тысяч овощей. Здесь, кстати, даже делают засолку. Например, план на огурцы закатать 34 тысячи килограммов. Часть урожая отправляют в дом-интернат для инвалидов. Часть на общественный рынок. За посадками тщательно следят. Поэтому местный урожай может быть даже лучше, чем на воле. Звоню домой по телефону, спрашиваю у мамы. Говорю, что там у тебя, как там в теплице, когда? Она мне говорит, так-то и так-то. Я говорю, а у нас уже вот так. Ну, и так же сейчас. Я говорю, вы там собираете огурчики, помидорчики? Мы даже раньше, вот, получилось, здесь начали собирать, чем у меня дома родители. Кстати, кроме овощей в седьмой колонии поселение занимается и животноводством 130 коров. Молоко постеризуют, разливают в бутылки, изготавливают сливочное масло. Собственное производство явно дешевле, чем в магазинах. И выход на потребителя здесь нашли. Дмитрий Дроздов. День с толком.